Всем привет! Для сегодняшнего видео я для вас специально собрала и отобрала, прям вручную, все самые интересные релизы бюджетных брендов за последнее время. Ну, естественно, все это мое субъективное мнение, и я это сейчас все гордо представляю на своем лице, и мы с вами будем делать этот макияж. Здесь и L'Oreal, и Maybelline, и Catrice, и Debalm, и Essence, и Color Pop, в общем-то чего тут только нет. Кстати, знаете, чего тут таки нет? Какой-то отстойной косметики, потому что все вот реально очень классное. Бранье! И начать я хочу с палетки, которую, когда я только впервые увидела, я сразу поняла, что я ее хочу. И я сейчас имею в виду палетку от Color Pop, которая называется Sweet Talk. Признаться честно, долго меня ничего не цепляло в Color Pop, и как-то был у меня достаточно длительный перерыв, я ничего из теней там не покупала, потому что все казалось одним и тем же. И я уже неоднократно об этом говорила, что сейчас косметический рынок настолько перенасыщен, что уже недостаточно просто выпустить какую-то другую вариацию оттенков. Единственное, что на данный момент меня, по крайней мере, цепляет, это какие-то новые текстуры. Когда я смотрю в палетку, я понимаю, что я что-то новенькое могу с помощью этой палетки сделать. Так вот, Color Pop, наверное, посмотрели мое видео и вдохновились моими словами. И я за это просто заберу себе все лавры. Чем она меня зацепила, так это тем, что в этой палетке они добавили сразу две новых текстуры. По-моему, дизайнер, который ее разрабатывал, явно заслуживает на премию, потому что... Ну, это просто офигенный дизайн, мне очень нравится, как выглядит эта палетка. И я очень люблю сочетание разных, как бы, финишей и текстур. Естественно, в первую очередь меня заинтересовала общая гамма, потому что здесь теплые оттенки. И она вот прям кричит о весне, потому что здесь очень много оранжевых, терракотовых, желтоватых таких оттенков. Но, в ваш взгляд, наверняка приковали уже вот эти два оттенка. Это спрессованный глиттер. И раньше у Color Pop не было такой текстуры, это для них новая текстура. И я, кстати, недавно делала обзор на палетку Makeup Revolution. Вот здесь что-то похожее, но это палетка исключительно глиттеров. И еще одна новая текстура, которую они здесь представили, в оттенке Side to Side. Это формула Super Shock. И ее вы наверняка уже неоднократно видели вот в таком вот формате вот этих вот шайбочек. Это гибридная формула, что-то среднее между кремом и сухими тенями. И в этой палетке они сказали, что они разработали ее таким образом, чтобы она по текстуре была абсолютно такой же, но тем не менее не пересыхала в формате палетки. Это настолько красивый и интересный оттенок. И даже, вы знаете, я не могу его назвать оттенком. Это скорее топпер. И он создает вот такой вот эффект влажного века с огромным мерцанием и сиянием каких-то мелких блесток. Она уже пару дней как ко мне приехала, но я не выдержала. Я уже сделала макияж с помощью вот этого оттенка. Я вам сейчас его покажу. Невероятно красивый цвет. Очень красиво играет на веки. Вот просто бесподобно. Сегодня я хочу сделать что-то понаряднее. Я думаю, скорее всего, вокруг вот этого оттенка мы сегодня с вами будем плясать. Но для начала мне нужно подготовить века. И я воспользуюсь новым консилером от Max Factor, который называется Radiant Lift. У него еще такой аппликатор в виде губки. Не впечатлил он меня в основном потому, что он просто как полупрозрачный. То есть его наносишь достаточно много. Вот так вот ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. И вот даже вот когда он просто находится на веке, он как начинает засыхать, он как будто становится полупрозрачным. Закреплять его я буду новой пудрой от Catrice, которая называется Glow Illusion. Первый оттенок, который я возьму, называется Catch Me. И это очень-очень светло-персиковый оттенок. Немножко может быть с розоватым подтоном. Но в основном такой персиковый, нежный-нежный персиковый оттенок. И вообще, когда смотришь палетки на такие оттенки, кажется, что, ну, они вообще ничего не сделают на веке. Но в то же время делают. Потом градиент будет получаться гораздо проще у вас. Теперь я возьму оттенок Dream Maker. И я бы назвала этот оттенок таким, как пастельно-розово-персиковым. Вот какой-то такой вот этот оттенок. Очень нежный. И вы знаете, вот если правильно их использовать, красиво они выглядят. То есть нет ощущения того, что у вас просто воспаленная века. Вот, конечно, если я вот так вот оставлю, то будет это ощущение. Но если макияж будет завершен, особенно, знаете, что вот создает вот это ощущение воспаленного глаза. Это когда плохо сделан тон. Теперь я возьму оттенок Metal. И буду делать им, в принципе, абсолютно то же самое. Просто углублять тушевку. И у меня сейчас получается абсолютно то же самое, что я вам показывала. Потому что именно эти же оттенки я использовала. Но я хочу немножко их сейчас приглушить более нейтральными оттенками. Так вот, для этого я возьму оттенок, который называется Work It. И его я буду в основном на внешний уголок наносить. И, кстати, видите, они когда соединяются вместе в тушевке, получается какой-то такой интересный цвет. Прям такой горчичный, что ли. Очень прикольно выглядит. И следом сейчас я возьму оттенок, который называется West Side. Вот это, наверное, самый скучный оттенок в палетке, если можно так выразиться. Но без этого оттенка палетка была бы, на мой взгляд, неполноценной. Потому что, ну вот, не все согласны делать вот такой вот ярко-коралловый макияж каждый день. И иногда хочется, знаете, и что-то поскучнее. Ну и ладно, давайте я возьму еще и вот этот вот оттенок, который называется ICYMI. Не знаю, как это расшифровывается. Вернее, не помню, я смотрела их презентацию этой палетки. Они как-то его там расшифровали, но, честно говоря, запамятовала. Теперь на все веко я хочу нанести вот этот металлик как базу. Потом я сверху буду наносить еще вот этот оттенок. Но для начала нанесу вот этот оттенок Melody. Для того, чтобы потом глиттеру было на чем сидеть и на чем растушевываться. И во что уходить в плане тушевки. По-моему, получается очень красиво. И сейчас во внешнем уголке я хочу сделать максимальное затемнение с помощью оттенка Feel Free. Я так думаю, что потом я еще сюда добавлю карандаш. Для того, чтобы еще больше затемнить уголок. Но пока мне будет этого достаточно. То есть я просто тенями это сделаю. Ну что ж, настало время глиттера. И я вот, честно говоря, не знаю, то ли пробовать его вот так вот частиком нанести, то ли на базу под глиттер. Вообще, у меня есть такое подозрение, что и так нормально нанесется. Но давайте попробуем сначала просто без какой-либо базы. Боже, это так красиво. И знаете, что мне еще нравится здесь? Это то, что глиттер разного размера. Есть прям такие большие куски блесток, а есть очень мелкий такой шиммер. Красота-то какая! Лепота! Вот да, после нанесения глиттера, теперь внешний уголок видите, насколько блеклым выглядит. Поэтому 100% я сейчас буду добавлять карандаш. И потом сверху дублировать еще самым темным оттенком из палетки. И, кстати, хочу вам показать тоже карандаши новые, которые у меня появились от Maybelline. Они из линейки Tattoo Liner. У меня это два оттенка. Один 900-й черный и второй 910-й коричневый. Это обычные матовые карандаши, гелевая формула. Элементарно просто наносится. Есть какое-то время, пока ты можешь его растушевать. Но потом он застывает и держится просто железобетонно. Мне очень понравились эти карандаши. Вот я бы 100% советовала бы их покупке. Единственное, если вы меня спросите, как это держится на слизистой, я бы не сказала, что очень хорошо, честно говоря. Поэтому, если вы ищете карандаш именно для слизистой, то, наверное, не этот лучше выбрать. Ну и как бы вообще в целом именно на коже они хорошо работают, а на слизистой чуть-чуть, конечно, не то. В качестве консилера под глазами я использовала NYX Can't Stop One Stop, потому что это очень плотный консилер. А с таким макияжем глаз ни в коем случае нельзя допустить, чтобы у вас просвечивались темные круги под глазами или вообще какая-то краснота была в этой зоне, или вообще где-то на лице. И сейчас на нижнем веке я хочу закончить тушевку. Я буду делать такой классический смоки с помощью, наверное, все тех же оттенков. Единственное, я не буду сильно налегать на вот эти два, а скорее воспользуюсь какими-то более нейтральными тонами. Вот, наверное, раз, два, три, четыре. Тушь у меня, кстати, тоже новенькая. Новенькая, она только что буквально с подиума сошла вместе с Джи Джи Хадид, которая ее рекламирует. И это тушь от Maybelline, которая называется Snap Scara. Вообще, когда я ее заказывала, вот ничего не ожидала, но мне эта тушь очень понравилась тем, что она очень просто смывается. Это одна из тех тушей, которая смывается элементарно с помощью воды. Щеточка тоже у нее очень удобная. Вот абсолютно никаких у меня к ней нареканий. Очень понравилась эта тушь, с удовольствием ею пользуюсь. Ну и вот как выглядит эта тушь сама по себе. В принципе, для меня это более чем приемлемый результат. Мне нравится, как она выглядит, нравится, как она держится, не размазывается, ничего с ней не происходит. Короче, сейчас на данный момент мне нужно нанести тональную основу. Из новинок бюджетных у меня, в принципе, ничего нет такого, чтобы я вам не показывала, но я буду наносить тональную основу от Avon из линейки Flawless Ultra Matte, и у меня оттенок это Natural Beige. И если вы не смотрели мое видео об Avon, вот просто позор на вашу голову. Позор! 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 Тон я нанесла, и его даже не обязательно закреплять, потому что он абсолютно не липкий, матовый, такой даже не матовый, а скорее как бархатным ощущается на лице. И пока вы не смотрели, я еще втихаря успела реснички наклеить, внешние уголки. И теперь можно уже точно переходить к бронзу. У меня, кстати, два новых бюджетных бронзера. Один от Maybelline и второй от Debalm. Debalm это скорее такой middle market, потому что все-таки достаточно дорого. Он стоит как для одного продукта. А вот Maybelline это совсем другое дело. Я себе взяла оттенок Medium Warm, и там всего в линейке 4 оттенка. И, как мне показалось, оттенки крайне удачные. Но я теперь очень сильно хочу еще попробовать оттенок Medium Cool, потому что очень большое у меня подозрение, что он может заменить мой любимый от Makeup Revolution, который сняли с производства. Мне кажется, с таким вот теплым макияжем глаз он тоже очень красиво будет сочетаться. Очень хорошая формула тоже у этого бронзера. Вот тушуется очень легко, красиво выглядит, красиво ложится тоже на кожу, стойкий. Ну, в общем-то, в принципе, вот претензий у меня к нему абсолютно никаких. И молодцы они, что выпустили, ну, как мне кажется, достаточно широкую линейку, как для бронзеров, то есть 4 вариации бронзера. И если у вас тон кожи светлее, чем у меня, то там бронзеры для вас тоже есть. И раз я уже не наношу это на лицо, давайте я пару слов скажу об этом бронзере. Он тоже очень классный. Называется он Take Home the Bronze. И здесь даже на упаковке написано, что это антиоранжевый бронзер. И это действительно вот просто на 100% так, потому что этот бронзер с очень ярко выраженным оливковым подтоном. Вот если у вас оливковая кожа, вот это то, что создано вот исключительно для вас. И у него реально прям уникальный подтон, потому что не часто можно встретить оливковый подтон в бронзерах. Потому что гораздо чаще это либо что-то холодное такое серое, либо очень оранжевое, либо с красноватым подтоном. Но вот именно такой настоящий оливковый подтон встретить практически невозможно. По зоне челюсти нанесу этот бронзер. Вы, конечно, так аж нифигашеньки не поймете. Но вот такой более теплый бронзер на эту часть лица я не люблю наносить. Поэтому я в любом случае бы нанесла сюда что-нибудь другое, а не мои были. И давайте на шею еще спущусь, чтобы ну хоть как-то было чуть-чуть понятно вам. И, кстати, я заговорила о бронзерах, и вышло солнце впервые за неделю. Может быть, даже больше. Но недели полторы вообще солнца не было. Были сплошные какие-то дожди, похолодания. И мне вспомнился стишочек. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Но когда дожди идут неделю, это может сильно задолбать. Вы, если не впервые на моем канале, то наверняка знаете мою нелюбовь к румянам. Но такой макияж без румян, мне кажется, вот вообще не будет играть. Это новая палетка от Essence, которая называется Hey Cheeks. Здесь есть оттенок румян, вот этот вот. И мне кажется, что он просто идеально сейчас подойдет под мои глаза. Поэтому я его сейчас нанесу. Ну и раз мы с вами уже зацепились за эту палетку, то давайте и хайлайтер я с нее нанесу. У меня есть новый бальзам от Colourpop. И он в упаковке не потому, что он совсем новый, и я им ни разу не пользовалась, а просто потому, что он ко мне пришел. Я его несколько раз попробовала, поняла какая это бяка и засунула назад его в упаковку. Это что-то такое густое, вязкое, противное, абсолютно не увлажняющее. Я себе взяла его в прозрачном оттенке. Он должен вроде бы как быть с ароматом кокоса, но он кокосом что-то очень отдаленно пахнет. Короче, не нравится мне этот бальзам. Ну и пока этот чудо-бальзам будет работать у меня на губах, я займусь бровями. Для бровей у меня новый карандаш есть от Max Factor. Он называется Brow Slanted Pencil. Оттенок у меня Dark Brown. Это один из тех карандашей, который, знаете, не такой прям супер тоненький, а такой более плотный и скошенный. Вот я больше фанат вот этих вот тоненьких грифелей, а те, которые такие жирные, вот, наверное, у меня все же на втором месте. Но, знаете, я поняла, что иногда удобно таким карандашом пользоваться, потому что ты не вырисовываешь прям каждый отдельный волосок, а ты просто создаешь общий фон как бы бровям, а не пытаться им создать какую-то там форму, да, или зарисовать какие-то проплешины. Ну, в целом, да, он, наверное, может это сделать, но мне кажется, его сильная сторона больше вот в этом. Для быстрого макияжа вот так вот просто слегка подправить общую форму, по-моему, вполне нормально. Ну вот, приблизительно как-то так. В целом нормально, не могу сказать, что плохо. Единственное, нужно понимать, вам это нужно или нет. То есть вы хотите прям вырисовывать брови, или вам достаточно просто быстро по ним пробежаться и все, и забыть о них. И вот если сравнить обе брови, то мне кажется, вот это все же посимпатичнее выглядит. А для классных губ у меня есть вот эти два мальца-удальца. Это новый карандаш, который я купила в Colorpop, и я не поняла вообще прикола, почему они его сняли с производства. Я буквально вот только недавно его заказала. Это оттенок Toy, и я хотела такой максимально светлый нюб, такой, знаете, когда наносишь, и даже непонятно, что ты нанес, потому что это настолько светло, что, в принципе, сливается полностью с твоими губами. И заказала еще один оттенок из линейки L'Oreal Rouge Signature. Вот этот оттенок я хотела больше всего, но его не было в наличии, когда я заказывала первую порцию этих помад. Оттенок называется Eye Empower 110, и это вот прям такой вкуснючий нюд, все, как я люблю. Последние несколько слов я хочу сказать о вот этом вот замечательном стике, потому что вообще до того, как пришла палетка Colorpop, я хотела вам его продемонстрировать. Это стик Max Factor, он называется Countering Stick Eyeshadow. По сути, это кремовые тени, которые двухсторонние, с одной стороны, это более темный оттенок коричневого, а с другой стороны, немножко более светлый оттенок коричневого. Вот это безумно крутые тени. Я не ожидала, что мне настолько они понравятся. Во-первых, они очень кремовые. Во-вторых, это безумно классные оттенки для того, чтобы сделать макияж. Вот я вам говорю, за три секунды просто. Достаточно просто ляп-ляп-ляп сделать, пальцем вот так растушевать, а потом другую сторону этого карандаша сделать так же ляп-ляп-ляп и растушевать. И, кстати, этот карандаш я демонстрирую в макияже в Instagram TV, поэтому там можно посмотреть, насколько это все просто. И не последнюю роль здесь еще сыграли именно оттенки, потому что, обратите внимание, вот этот, который посветлее, это такой настоящий тауповый оттенок с еле-еле легко уловимым, таким как лиловым подтоном. Действительно такой красивый и правильный тауповый оттенок, который на глазах выглядит именно как контурирование. И дополняется это все нейтральным темным коричневым, не рыжим, не слишком серым, а именно таким вот правильным оттенком. Поэтому, если вы фанат вот такого быстрого макияжа, я вам прям очень сильно советую его заценить. А еще посмотрите, насколько это все стойко держится. У меня, кстати, здесь на минуточку мицеллярная вода нанесена. Но, кстати, в конце дня смывается нормально. Вот так вот глаз тереть не нужно. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте мне палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Если вы еще не подписаны, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам и другие мои видео. Если вы их не смотрели, особенно видео об Avon и об этой замечательной тональной основе, вот просто обязательно посмотрите. Там много интересного. А если вы эти видео смотрели, то вам огромный палец вверх от меня. И мы с вами встретимся в моих новых выпусках через несколько дней.